МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырочкина. Сегодня в выпуске. На рельсах инноваций в Москве прошла конференция объединения производителей железнодорожной техники. С мечтой о новоселье ход реализации республиканской программы по переселению из аварийного жилья обсудили на ежедельном совещании главы Чувашия. Гонки на льду в Чебоксарах прошли соревнования автомобилистов волжских. Железнодорожная инфраструктура страны продолжит совершенствоваться. Стратегию развития отрасли обсудили в Москве на конференции объединения производителей железнодорожной техники. Сейчас в состав ОПЖТ входят порядка 200 производителей, в том числе 26 чувашских предприятий. Как будет реализовываться программа модернизации железных дорог, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Железнодорожная транспортная система встала на рельсы инноваций. Не ход РСЛ действительно нуждается. Если сейчас порядка 50% комплектующих для поездов выпускается за рубежом, то в ближайшие годы это соотношение должно измениться в пользу российских производителей. Меры поддержки предприятия уже разработаны на федеральном уровне. Это и новые меры поддержки, направленные на международную экспансию, компенсация затрат на омологацию, сертификацию. Уверен, что таких мер поддержки должно становиться больше. Президент поставил задачу, поскольку пик гособоронзаказа придется на 2018 год, после этого объемы будут значительно сокращены. А несмотря на рост военно-технического сотрудничества, все равно предстоит решить непростую задачу по загрузке тех созданных производственных мощностей, которые есть. Руководители предприятий, которые входят в сообщество ОПЖТ, говорят, что спрос на российские разработки повысится. В ближайшие годы в стране предстоит реализовать грандиозную программу модернизации парка локомотивов. На рельсы очень скоро встанут современные модели поездов. В этом году мы сконцентрируем свою поддержку на стимулировании спроса, на специализированный грузовой подвижной состав, а также поможем промышленным предприятиям начать программу обновления своего парка локомотивов. Спросы и предложения обе стороны прорабатывают детально. Разработки чебоксарских предприятий применяют при строительстве Московского центрального кольца. Для НУШТРЖД в Чувашии произведут 400 шкафов автоматической блокировки. Директор завода говорит, что в перспективе здесь готовы взяться и за другие заказы. Но чтобы реализовать намеченные планы в железнодорожной отрасли, необходимо развивать науку. Мы работаем с ведущими институтами отрасли. Это прежде всего компания-институт НИАС. Это в НИКТИ. Мы стараемся, чтобы наши конструкторские подразделения участвовали очень активно в разработке новых продуктов. Мы говорили много уже по системе АБЦТ МШ. Это, считаю, плод совместного труда. Продукция предприятий Чувашских конкурентно способна. Это точно, это знаю не понаслышке. Оно вполне может состоять в конкуренции продукции наших зарубежных партнеров, таких крупных, как швейцарская компания АББ. Это то, что мы видели уже воочию на наших объектах. Члены ОПЖТ называют Чувашию стратегическим партнером. Для нуждотрасли предприятия республики производят цистерны, пульты для машинистов, обувь и не только. Есть новые товары, они инновационные, которые востребованы на самом деле российскими железными дорогами. За последние 6 лет, хочу сказать, организации Чувашской республики, участвуя в конкурсе, в конкурентной среде, выиграют по цене и по качеству эти заказы. И на самом деле продали 120 миллиардов рублей товаров. Это для нас на самом деле государственный заказ. Итоги работы за 10 лет ОПЖТ намерены подвести в Чебоксарах. В столице республики проведут очередную региональную конференцию партнерства. Глава региона отметил, что сотрудничество с производителями железнодорожной техники выходит на новый уровень. Бедриковалев и Андрей Спиридонов. Республика из Москвы. В республике завершается программа переселения из аварийного жилого фонда. Сегодня на ежедельном совещании у главы Чувашии обсуждали, как идет выполнение четвертого этапа. Подробнее далее. 13,5 тысяч. Столько человек должны переселить за 4 года. На реализацию республиканской адресной программы предусмотрено порядка 5 миллиардов рублей. Во время действия предыдущего этапа переселены 9 тысяч человек в 10 муниципальных образованиях. Но сейчас реализация программы идет медленно. В Ибресенском районе и мэр Посаде уже прошли все сроки сдачи объектов. А дома еще не доделаны. Есть отставания и в столице республики. Предусмотрено переселение 3,5 тысяч человек из 182 аварийных домов. Общая площадь жилых помещений в 48 600 квадратных метров в 8 муниципальных образованиях. В настоящее время переселены 100 человек. В Шумерлинском районе реализация программы предусмотрена в 4 населенных пунктах. Поселок Кабаново, Солончик, Речной и Мыслец. Для строительства домов представлено 8 масс земельных участков. В настоящее время вилосторительство 3 многоквартирных домов. Кроме того, в Шумерлинском районе из необходимых 19 миллионов местный бюджет выделил 3 миллиона. Это создает сложности для выполнения программы. Среди недобросовестных подрядчиков, которые не выдерживают сроки сдачи домов, министр назвал три фирмы – «Стройсфера», «Сонарстрой» и строительная компания «Стрим». Все называют одинаковые причины отставания. Поздно выдали разрешение и открыли кредитные линии. Разрешение на строительство получили в августе месяц. В январе мы разыгрывали, как-то ушли на зиму, вышел этап у нас. И когда вы выполните свои обязательства? Апрель месяц. Когда должны были? По контракту 15 сентября 2016 года. Сегодня какое число? 20 февраля 2017. Почему полгода просрочили? Недостаток оборотных средств. Контракт заключили 1 июня. Первые деньги от заказчика получили 14 ноября. Через 5,5 месяцев. Ведется процедура передачи документов инспектирующим органам и передачи объекта муниципальному заказчику. То есть все техусловия по подаче тепла, водоснабжения и водоотведения тоже выполнены. То есть в доме есть тепло. Люди должны уже там жить. Те акты должны были быть оформлены. И люди с аварийного жилищного фонда уже должны жить в этих квартирах. Вы сами бы жили в аварийном жилищном доме? Михаил Игнатьев поручил председателю кабинета министров, министру экономического развития и министру финансов разобраться в причинах срыва программы. Обсудили и результаты кампании по электронной записи в первый класс. В этом году в школу республики пойдут 15 736 детей. Прием документов в электронной форме начался в конце января. Это позволило снизить ажиотаж прошлых лет при поступлении в первые классы. Однако в некоторых школах количество заявлений превышает количество мест. И эти вопросы будут решаться адресно. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Печальная новость. Ушел из жизни человек, имя которого неразрывно связано с новейшей историей Чувашии. Илья Павлович Прокопьев. Летом прошлого года он отметил 90-летие. Оно стало замечательным поводом для встречи огромного количества людей, которые знали и уважали этого человека. К сожалению, она оказалась последней. Илья Павлович Прокопьев в юности собирался стать учителем. Даже окончил педучилище, но практически сразу ушел на фронт. Служил на Дальнем Востоке аж до 1950 года. А когда вернулся на родину, познакомился с тогдашним руководителем республики Семеном Ислюковым. Его всю жизнь называл своим учителем, хотя самого Илью Павловича Прокопьева считают таковым не одно поколение управленцев. Он руководил Чувашей с 1974 по 1988 год. И это было время больших свершений. Жилищное строительство бурно развивалось. Огромное внимание уделялось в социальной сфере. За свою деятельность Прокопьев удостоился многих наград родинов. Отечественной войны первой степени, трудового красного знамени, ордена Ленина. В день 90-летия к ним прибавился орден, который самым лучшим образом оценивает все, что сделал Илья Павлович для своей малой родины за заслуги перед Чувашской республикой. Проститься с Ильей Павловичем Прокопьевым можно будет 22 февраля во Дворце культуры имени Ухсая с 10 до 12 часов в полдень. Там же пройдет гражданская панихида. Чуваша и Куба заинтересованы в расширении двухсторонних связей. Планы дальнейшего сотрудничества обсудили в выходные. Республику с рабочим визитом посетил и чрезвычайный и полномочный посол острова Свобода в России. О первых договоренностях и реализации будущих проектов в нашем сюжете. Развитие двухсторонних отношений между Чувашской республикой и Кубой приобретает особую значимость в период санкций. Эмилио Лосада Гарсия говорит, что политика Запада в отношении России дала обратный эффект. Остров Свободы и Чувашия начали наращивать торговый оборот. Я всегда говорил против санкций. Односторонние санкции никогда не работают. Но то, что сейчас после трех лет делает Российская Федерация, это удивительно. Потому что и развитие экономики, и развитие сельского хозяйства, и развитие всех секторов. И то, что в этом году уже министр экономического развития сказал, что будет рост экономики, это большой успех. Промышленности Чувашии и зарубежные партнеры проявляют интерес. Продукция чебоксарских предприятий будет востребована при строительстве энергоблоков на Кубе. На острове Свободы испытывают и большую потребность в лифтах. Их также готовы заказать на Чувашском заводе. Будем продолжать сотрудничество, будем искать пути для нашего сотрудничества. И мы готовы в этом плане развивать точное значение. Я бы хотел в рамках нашей встречи пригласить вас посетить Кубу. Здесь очень важный момент. Это гаванская ярмарка. Это всеобщая ярмарка, которую мы каждый год осуществляем на территории Республики Кула в Гаване с 1 по 7 ноября. Большие возможности открываются. Особенно сейчас для Российской Федерации, когда американцы с новой политикой президента Тромпа собираются внедрить какой-то протекционизм для производства Латинской Америки. Совместные проекты, партнеры намерены реализовать и в области медицины. Кубинские специалисты разработали инновационную методику для лечения больных с синдромом диабетической стопы. И готовы обучить Чувашских врачей. С этим препаратом еще и увеличится возможность честного человека. И есть, я бы сказал, большие преимущества в этом препарате. Сейчас прорабатывается вопрос открытия в Республике специального медицинского центра. Пока же в Чувашии эту болезнь лечат на базе эндокринологического диспансера. В Республике уже с 7-го года функционирует кабинет диабетической стопы. Он у нас организован на базе ведущей клиники Республиканского эндокринологического диспансера. Условия все созданы. Поэтому мы готовы сотрудничать с вами к лечению пациентов. Эмилия Лосада-Гарсия встретился и со студентами ЧГУ. Сотрудничество между вузами Чувашии и Кубы будет укрепляться, отметил посол. Дмитрий Ковалев, Галина Титарщук и Олег Якимов. Республика. Отныне Чебоксары в разряде крупнейших городов. Такие данные озвучил глава столичной администрации Алексей Ладыков на подведение итогов 2016 года. За два предыдущих года население выросло на 16 тысяч человек и достигло отметки в полмиллиона. Это не только новый статус, но и новые возможности для Чебоксар. Индекс производства товаров и экспорт тоже в плюсе. Впрочем, наряду с достижениями говорили и о нерешенных проблемах. Например, переселение из аварийного жилья. Подробнее об этом в вечернем выпуске завтра. С 20 февраля действуют новые цены на проезд в общественном транспорте. Эта тема стала одной из ключевых на еженедельном совещании в столичной администрации. Какие еще вопросы обсуждались в нашем следующем репортаже. Сегодня практически все перевозчики обеспечили свои маршруты терминалами безналичной оплаты. Исключение 49, 51 и 65 маршрутки. Работу с теми, кто не установил терминалы, нужно активизировать. И начинать с ними расторгать договора. Они нарушают законодательство Чувашской республики. Изменения ожидаются и в троллейбусном управлении. В целях оптимизации планируют сократить количество рейсов после 23 часов. Выручки с них предприятие практически не имеет, а затрат более чем достаточно. Кроме этого, на совещании обсудили ход строительства 18-этажного жилого дома по улице Петрова 9. На сегодняшний день замоноличено перекрытие 8-го этажа. Ведется монтаж колонн 5-го уровня, это уровень 9-го, 10-го этажа. Также армируется диафрагма 9-го этажа. И идет полным ходом кладочная работа. Третий, четвертый этаж закончен. Начаты работы по кладке 5-го этажа. Но работы идут с отставанием от графика на несколько месяцев. Глава столичной администрации потребовал ускорить темпы строительства и сдать дом до конца года. Еще один вопрос работы пятийных заведений, которые создают множество неудобств жителям города. Борьба ведется, ужесточается законодательство, организуются проверки. В Чебоксарах из 72-х осталось 60. Если с точки зрения закона мы не можем их закрыть, то еще раз повторяю, задача обеспечить безопасность. Путем как минимум установки видеокамер снаружи и внутри. И люди, которые посещают это кафе, уже понимают, что нужно вести себя правильно, не нарушать общественный порядок. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. И еще раз о стоимости проезда. Напомню, что теперь при безналичной оплате поездка стоит на 4 рубля дешевле. Оплатить поездку со скидкой можно с помощью карты ЕТК или Сберкарты, на которой установлено специальное приложение. Такие карты продавались давно, и многие горожане эту услугу успешно пользовались. Еще две недели назад их можно было спокойно купить, например, в троллейбусной диспетчерской, что на вокзале. Но, как обычно бывает, многие опомнились только в день, когда изменились тарифы. С утра у офиса ЕТК собрались порядка 30 человек. Эти фотографии опубликованы на форуме «На связи». Многие говорили, что и в офисах Сбербанка с утра не было карт оплаты. Их подвезли только после обеда. В Чебоксарах состоялся 20-й юбилейный фестиваль патриотической песни сотрудников МВД России. Галоконцерт в Чувашской государственной филармонии собрал на сцене лучших исполнителей. Творчество и строгое исполнение устава – казалось бы, несовместимые вещи. Но это только на первый взгляд. У этих людей в погонах любовь к песне, что называется, в крови. Она заставляет их на время оставлять службу, преодолевать сотни километров. И все это ради того, чтобы выйти на сцену. Галоконцерт Чувашской государственной филармонии объединил полицейских всех служб. В одном строю и действующие сотрудники МВД, и ветераны. У микрофона – полюбившиеся зрителям творческие коллективы. Все они – неоднократные призеры всероссийского конкурса «Щит и Лира» и акции «Милосердие белых ночей». Увлечение своих подчиненных одобряют и их начальники. Надеюсь, что самодеятельная творчество среди сотрудников, членов и семей, и ветеранов продолжит свое развитие. И с каждым годом будет выявляться все новые и новые таланты. У фестиваля уже сформировались свои традиции. Так что встречи со зрителями будут продолжаться. Меняется многое. Но не меняется дух именно фестиваля и встреч друзей, именно сотрудников органов иных дел. Самое главное достижение – это когда ты поешь, стоишь на сцене и видишь, что людям это нравится. Когда они понимают тебя, твои стихи, твою музыку. И аплодисменты, слова благодарности – это для артиста самое главное. Это большой интересный опыт. Творческое развитие. Мы желаем всем отличного настроения. Родион Архипов, Игорь Зверев, Сергей Адушкин. Республика. Гонки на льду в самом центре столицы стали любимой забавой для автолюбителей. В минувшие выходные на заливе Чебоксарца стали свидетелями ежегодного ледового заезда. Волжский трек. Огромная скорость фонтана и снежной пыли – картина по-настоящему захватывает и завораживает. Конечно, не Формула-1, но очень впечатляет. В столице Чувашии в скорости и мастерстве состязались 48 автогонщиков. Вообще у нас ледовые гонки проходят ежегодно. То есть в рамку чемпионата республики по ледовым трековым гонкам проходит класс стандарт. Два класса спортивных и пять классов стандартных автомобилей. То есть эти гонки у нас проводятся уже на протяжении шести лет. Соревнования проходили в четырех зачетных группах. В классе стандарт выступали автолюбители из серийных авто и обычной шипованной резине. Для опытных автоспортсменов устроили массовый старт. Зрелище было, что надо. В одном из заездов даже чуть не потребовался фотофиниш. Участники шли ноздря в ноздрюм, но все решили долей секунды. Кстати, в одной из групп сражалась прекрасная половина автовладельцев. Для меня это уже вторая гонка. В прошлом году, я считаю, что практически совершенно чудом мне удалось победить. Я впервые села в машину, в чужую машину, впервые выехала на лед. Ну и, как я говорю, наверное, с испуга получилось завоевать первое место. В этом году все гораздо более осознанно. Во-первых, я пересела сейчас уже на свою машину, мне уже сейчас не так страшно. Опыт есть. И в результате тренировочных заездов я поняла, что соперники в этом году достаточно серьезные. Виталий Чекушкин – самый юный участник заезда в свои 13 лет. Он уже второй раз пробует силы в гонке. На льду рулить сложнее, чем на дороге, признается водитель. Но по его собственным признаниям, опыта ему не занимать. В 4 года я ездил в садик, у папы на коленах, на 12-й. Я не мог достянуться до педали, поэтому я просто сидел и крутил руль. Волжский трек стал прелюдией к очень важным соревнованиям. 26 февраля и 5 марта в столице Чувашии пройдут этапы Кубка России по ледовым гонкам. В нем мы увидим лучших спортсменов нашей страны. Юлия Вожинина, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Сергей Адушкин. Республика. В Чебоксарской кадетской школе имени Героя Советского Союза полковника Кочетова встретили долгожданных гостей. Спортсмены Кио Кусинка и карате продемонстрировали мастер-класс по боевым искусствам, будущим защитникам Родины в рамках оборонно-спортивного месячника. Дружеские отношения связывают спортсменов Кио Кусинка и карате со школами города и насчитывают не один десяток лет. В этом году в рамках оборонно-спортивного месячника их встречали воспитанники кадетской школы имени Героя Советского Союза полковника Кочетова. Казалось, мало чем можно удивить сегодняшних молодых людей. Но сенсей показали, к чему стоит стремиться. Сила духа и тела. Четкие отточенные удары. Умение владеть собой при тяжелой физической нагрузке. За плечами мастеров боевых искусств. Десятки побед в соревнованиях российского и мирового уровня. На каждом из них черный пояс – показатель высшей спортивной квалификации. Мне очень понравилась эта тренировка. Я хочу записаться на эту тренировку и тоже дойти до черного пояса. В будущем я стану офицером и навыки мне пригодятся защищать родину. Ответили на вопросы. Ребята зажглись. Многие из них и так занимаются. И я знаю, что ряд ребят занимаются и у наших тренеров тоже. Я думаю, что мы с ними еще встретимся. Результаты оборонно-массовых и спортивных мероприятий налицо, говорят преподаватели Кадетской морской школы. За последние 8 лет 26 воспитанников поступили в высшие военные учебные заведения. В рамках дополнительного подготовки и занятий все ученики стараются заниматься в каких-то секциях, какими-то другими мероприятиями способными, которые помогают им поднять свою физическую подготовку и тем самым готовятся к службе в вооруженных силах. Сегодня началась широкая Масленица. Это древний славянский праздник, который отмечается в течение недели перед Великим Постом. В народном календаре праздник определяет границу зимы и весны. Древние верили, что молодой весне сложно одолеть старую коварную зиму, чтобы помочь ей устраивали веселые гуляния на Масленицу. Прощаясь зимой, древние славили Ярилу. Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования. Пасхи. Главные традиционные атрибуты народного празднования – чучело Масленицы, забавы, катание на санях. У русских обязательно блины и лепешки, украинцев и белорусов вареники и сырники. Каждый день праздника имеет свое название и значение. Встреча, заигрыш, лакомки, широкий разгул, тещины, вечерки, заловки на посиделки. И последний день Масленицы называют прощенным воскресеньем. И последняя информация на сегодня. По прогнозам Центра гидрометеослужбы в республике ожидается мокрый снег, ветер до 20 метров в секунду. На дорогах накат гололедица. Будьте осторожны на дорогах. Наши новости и программы на сайте НТРК21.ру. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин